Доброго времени суток всем няшкам! С вами снова Настя Анимеш. На этот раз я решила наконец-таки довести эту няшку в фотошопе до логического конца. Ну, решила не делать из этого много уроков, а сделать одно вот такое общее видео, чтобы вы могли посмотреть, как это все происходило. На данном этапе вы наблюдали, как я добавляла более темные тени, которые падают у нас от головы, от кофточки и там другие мелочи. Это делается, чтобы наша работа становилась более яркой и интересной, ну и в то же время более объемной. Вот сейчас, как вы видите, я пытаюсь набросать рефлексы на моей няшке. Рефлекс, конечно, это довольно-таки непонятная на первый взгляд штука, и кажется даже очень даже бесполезной, но если их не делать, то няшка наша будет смотреться, ну уж как-то совсем плоско и прилеплено. Поэтому все-таки я с помощью мышки пытаюсь хоть как-то их туда вписать. Вот сейчас я работаю именно над штанишками. Кстати, штанишки мне больше всех, кажется, нравятся из этой работы. Что ж, как вы уже заметили, в течение этих уроков, все-таки в фотошопе можно рисовать, используя обычную мышку. Главное иметь какую-нибудь небольшую базу, которую вы можете скачать из интернета или создать самостоятельно. Благо дело EasyPaint Tools i у всех есть, и все наверняка умеют им пользоваться. Вот мои жалкие попытки сделать и реснички. Правда, они, конечно же, не увенчались успехом. Ну а вот на данном этапе вы наблюдаете, как я пытаюсь перекрасить ее контур. Конечно же, в сай это намного легче и быстрее, здесь уже приходится в фотошопе работать вручную, подбирать цвет и смотреть, подходит, не подходит. С фоном вообще постоянно жесть, потому что никогда не знаешь, что ты хочешь видеть, как это поставить, зачем и куда. Поэтому тут на помощь приходят, как всегда, градиенты. А в моем случае это набор под названием 1001 градиент, где есть буквально все. Если у вас нет этого градиента, очень даже советую обзавестись. Очень-очень-очень удобный. Также я пытаюсь экспериментировать с кистями. Ну вот, к примеру, как вот эти вот пятна. Ну вообще-то комплект называется пятна крови, но я его все-таки использую везде, где только можно. Получаются очень красивые пятна, которые можно делать разных цветов. А сейчас я пытаюсь сделать пол или какую-то логическую твердь, на которой стоит наша няшка. Это опять-таки очень сложно. Я вам признаюсь, я люблю рисовать, но я ненавижу делать фон, ненавижу. Потому что никогда толком не знаю, что хочу там увидеть. И опять-таки градиенты приходят мне на помощь. В создании айфона я всегда использую фильтры, градиенты, кисти и так далее. Короче, экспериментирую. Пытаюсь создать какую-то няшную психоделику, которая в то же время бы подходила моей няшке и не портила ее. Что ж, как вы видите, рисовать в фотошопе можно даже с помощью обычной мышки. Надеюсь, вам все эти видео понравилось, потому что мне было интересно ее очень рисовать. Вот сама наша няшка. Всем доброго времени суток и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok